Всем привет! Я Алена и сегодня у меня тут такая большая достаточно распаковка сайта Алиэкспресс для ногтей. Возможно и не только. Поехали все вскрывать! Причем у меня здесь масло для кутикулы в таких вот карандашиках. Это я взяла больше, наверное, на подарки своим постоянным клиентам. Пахнет обалденно! Они стоили по 46 рублей. Я решила набрать, пускай будут. Они очень удобные. Открыл, намазал и все. Класс! Пахнет обалденно, кстати говоря. Не знаю насчет того, какого они супер качества или нет, но масло как бы и масло. Масляная вот коза, она и масляная. Видно, я думаю, вам. Взяла аж целых пять упаковок типс. Потому что как-то у меня был такой момент, что типсы у меня закончились и мне пришлось их ждать, когда они придут. Потому что я их уже заказала. Так, а мы посмотрим, что за типсы. Ну, гнутся, конечно. Если сильно что-то, например, втирать в них какую-нибудь там втирку, то может эта штука и, наверное, отвалится. Ну, если чисто для выкраски, вполне себе подойдет. Тем более стоили они сто рублей и такая овальная форма, точнее миндальная форма. Очень классно смотрится. И, кстати, они не особо большие. Прикольные. Сделаны аккуратно. Ничего не торчит нигде. Так что вполне можно брать. Так, интересная такая штучечка пришла. Это... Я даже не знаю, как это назвать. В общем, это для того, чтобы отделять белки от желтков. Если, например, я делаю кекс и там нужно отделить желтки от белков, это достаточно проблематично. И вот такая штучка, конечно же, поможет. В плане того, что здесь должен оставаться желток, а белок должен стекать. Как-нибудь, если буду делать, я его протестирую, конечно. Ну, я вообще не ожидала, что она придет. Она стоила 19 рублей всего лишь в разделе с друзьями дешевле. И она пришла ко мне спустя, наверное, 4 месяца. Так что посылки приходят. Так, очередная у меня тут фреза шарик пришла. Нифига, какая она. Совсем другая, не такая, как у меня. Те, которые у меня есть. Подождите, сейчас посмотрим. Вот эта фреза у меня из Казани. Она у меня с красной насечкой, но она у меня грязненькая, потому что я пользовалась. И смотрите, прям практически одинаковая. Удивительно. И, кстати, абразив такой, ну, достаточно мягкий. Ну, наверное, вот эта фреза больше подойдет, как красная насечка, чем черная. Интересно. Так, пришли у меня здесь какие-то декорации для ногтей. Не пойму, откуда это у меня высыпалось. С одиннадцатого, наверное. Я вдруг поняла, что у меня таких нету, а вдруг мне будет надо. В общем, смотрите, какие интересные. Мне кажется, они какие-то прям большие совсем. Особенно в цветы сейчас вот достану. Но если только на какие-то большие ногти крепить. Хорошо то, что они, кстати, загнуты по форме ногтя. Интересно, может быть, что-нибудь сделаю с ними. И вторая вот такая вот, типа клепки. Убрала разные формы. Тоже всякие тут сердечки, ромбики, треугольнички, квадратики. Самое большое сердечко. Слышите, какое красивое. Сейчас поглядим. Смотрите, как красиво. Не знаю, на какой ноготь. Наверное, это тоже пойдет больше на большой. На большой, наверное, подойдет. Вот эти вот интересные. Клепочки. Вот, красиво же. Ну, красиво же. Вот пришла у меня тут посылочка от Гель Фавор. Гель для стемпинга. У меня еще такого нету. Я еще не пробовала. Заказала черный на пробу. Есть он там? Ой, есть. Есть. Интересно будет посмотреть. Обязательно его протестирую. Уже все, наверное, попробовали. До меня только дошло. Так, лачки. Тоже мы их выкрасим. О, это с эффектом. Тоже, видите, какой интересный. Мне почему-то стало любопытно посмотреть на него. Тридцать седьмой. Самый ходовой у меня цвет. И бестолковый корунд пришел. Потому что он по-любому кривой. Я думаю, даже невооруженным глазом это видно. Что он кривой. И он сразу идет в мусор. Это я очень давно заказывала посылку. Я сейчас уже не заказываю корундовые фрезы. Да, они мне без надобности. И еще раз повторюсь. Лучше корундовые фрезы на Алиэкспресс не заказывать. Смотрите, какие мастебусечные брысли стразики. Блин, они красивые. Это стекло. Переливаются. Это для инкрустации. Я заказывала в разделе с друзьями дешевле. Пришли они, наверное, спустя 4 месяца. Я даже вообще их не ждала. Да еще в таком пакете мне в жизни не догадалась бы. Классные. И, кстати, маленькие. Ну, как бы показать. Ну, в общем, не держится. Носочки пришли. С кошечкой. Непонятно из чего сделаны. Но на ощупь очень даже приятные. Это под кроссовки. Заказывала, потому что были дешевые. В разделе, по-моему, с друзьями дешевле. Я периодически заказываю там носки. Почему нет? Здесь есть силиконовая вставочка. Ну, без ниток, конечно же, никак не могло обойтись. Причем они ее припаяли туда. Ладно, не буду рвать. Тут все нормально. Нормально, думаю, на мой 39-й растоптат это налезут. Вот. Я вот такой упаковки еще ни разу не видела. Просто... Не просто, в смысле, взяли. Вот пакет накидали. Вот так вот высыпал. И вот они щеточки. Да. Тоже заказывала тысячи лет назад. Ну, щетки как щетки. Одноразовые. Тут, конечно, их немножечко надо в кипяточки окунуть, чтобы они разровнялись. Потому что, ну, в такой упаковке я вообще не знаю, как так можно запаковывать. Щетки как щетки. Ой, пришла мне чудная, чудо-волшебная губка, которая оттирает на нагар от сковородки с другой стороны. Я ее хочу попробовать. Действительно ли она справляется с этой задачей, как показано у продавца на картинке. Знаете, это как губка, которая чем-то покрашена. Просто какая-то краска. Но ничем таким противным особо не воняет. Очень интересно. Так, если я попробую, я покажу вам. Ставлю в видео. Работает она или нет. I wanna ride. I wanna ride. I wanna ride. Я вообще не помню, что это такое. Может, паутинка? Сейчас посмотрим. Так, вскрыла я это все красоту. Это паутинка. И что тут такое? Непонятно. А, она наполовину пустая, наполовину заполненная. Но баночка, кстати, больше, чем обычно стандартные баночки. Ну, уже тянется. Так, это тоже надо тестировать. Вроде бы тянется. Как я и говорила в прошлой распаковке. Ой, все испачкалось в паутинке. У меня там бродят гель-лаки Винолиса. Потому что я их три раза заказала в разделе с друзьями дешевле, когда на них была акция. Ой, какой красивый. Красивый персиковый цвет. Немного отличается. В жизни он потемнее. Сейчас я его совет уведу и покажу. Какой он. Вот. Вот такой. Как без лампы. Классный. Так, номер скажу вам сейчас. 917. Ой, пришли насадки для рапухинка. Так, здесь у меня три такие коносовидные какие-то и три кругленькие. Ни разу, кстати, им не пользовалась. Может быть, когда-нибудь у меня руки до него дойдут. А рапуху я покупала в фикс прайсе, кстати говоря. Вот и к нему пришли насадки. Так, заказала вот такое вот полотенечко милое для ребенка. Вытирать лицо, ручки. Чем-то воняет, конечно, надо постирать. Так на ощупь. На ощупь как плед, знаете. У меня там где-то еще одна должна быть. Чисто так вот. На кухне его повешу. Пусть висит. Чисто для малыша будет прикольно. Вообще, тысячелетняя посылка. Я не знаю, сколько лет тому назад я ее заказала. И я не думала, что она придет. Это, ну, в общем, это крышки для бутылок. Скорее всего, для вина. Или для лимонада, если вскрыл. Там на улице бывают такие, которые не закручиваются. Взяла на всякий случай, пускай будут. Бывает так, что вино не допивается. И в холодильник его надо убрать. И вот эти крышечки, кстати, очень даже удобно. Их тут а шесть штук. Пришли керамические фрезы. Синяя вроде ничего выглядит. Ровненькая вроде бы. Да, неплохая. И решила попробовать заказать зеленую. Зеленая должна быть пожестче, погрубее, так я понимаю. Это для полигеля. Ну, спиливать полигель или какой-то толстый слой покрытия. Думаю, она будет быстрее снимать. Так, вроде неплохие фрезы. Это спонжики у меня пришли для тоналки. Там разных цветов. Стоили они как-то очень бюджетные, я решила взять. Я наношу пальцами, а уже растушевываю такими спонжиками. Прикольные, кстати, спонжики. Мне нравятся. Хорошие. Можно брать. Еще и разных цветов. Взяла маленькие, прям маленькие резиночки для ребенка. Взяла тоже в разделе с друзьями дешевле. Тоже не думала, что они придут. Как только у нас отрастут волосы, думаю, буду их вешать на тоненькие волосюшки своей дочке. У нее сейчас пока не очень густо на голове. Ну, как раз я думала, они придут к тому моменту, когда у нее уже хоть что-то отрастет. Но еще ничего не отрастет. Они бы еще могли пару месяцев погулять. Ну, в общем, у меня здесь был эксперимент с этой губкой и сковородкой. Вот так у меня здесь пригорела вся сковородка. Вот это я сделала губкой. Ну, что сказать. Я бы не сказала, что она какая-то волшебная. Этот эффект похож на то, чтобы я обычной губкой вместе с комнатом бы прошлась. Одно и то же. И даже вот это черное покрытие нарисованное тоже стерлось. Не знаю, чем вот это убрать. Также я прошлась этой губкой по бокам. Кстати, по бокам неплохо все оттерло. Ну, какие-то особо царапины я не заметила. Советовать, конечно, не буду. Я думаю, что есть множество других средств, которыми можно почистить сковородку. Вот здесь я тоже, кстати, чистила. Все вот здесь вот в желтом было. Все желтое ушло, а вот это вот не оттирается пятно. Как-то странно, в общем. Какой-то странный эффект она дает. Эта губка. Вот видите, она тут тоже заюзанная. Так что думайте сами, нужна вам такая или нет. Ну и резко переходим здесь уже к тестированию выкраски гель-лаков. Этот от Винолиса. Такой персиковый, классный. В один слой прям классно лег. А в два еще лучше. Могу прям вот его рекомендовать. И второй я уже заказываю повторно. У меня уже таких три штуки, по-моему, было. Это самый распространенный у меня розовый цвет. Ну и решила попробовать вот такой гель-лак с эффектом. Каких-то непонятных штучек беленьких. Я не знаю, как их назвать. В общем, на прозрачной типсе, конечно же, не видно было. Вот решила на черную подложку. В общем, вылавливала их, вылавливала. Они как-то не вылавливались. Вот эта вот прозрачная основа больше, наверное, выкладывалась, чем вот эти мелкие частицы. А так создался бы эффект перепелиного яйца. Что касаемо паутинки. Мне понравилось то, что линии очень-очень тонкие получаются сами по себе. Но супер-пупер она не тянется, конечно. Может быть, за счет этого и получаются такие наитончайшие, просто как волосинки, ниточки. Мне понравилось. Вот именно для тонких линий идеально подходит эта паутинка. У меня есть другая, по-моему, да, серебряная. Это тоже классная. Решила попробовать выложить вот эти желтенькие украшения. Мне было интересно посмотреть, как они будут смотреться. И выкладываю их на густой топ. Добавляю сюда фольгу жидкую от биле. Как бы заполняю квадратик. Затем перекрываю это топом. По краям еще нужно намазать, чтобы она хорошенько держалась. Но это то, как бы я делала на ногте. Затем уже после просушки наношу матовый топ. И получается вау-эффект. Ну и тестирование гель-краски для стемпинга. Выдавливается много. Можно прям всю пластину измазать. Было это гель-краской. Легкими движениями переношу на типсы. Можно, мне кажется, 10 типс отпечатать. Гель-краска не особо пигментированная. Какая-то она вот серенькая. Чистка штампика. Это вообще отдельная тема в этом случае. В случае с гель-краской для стемпинга. Его нужно просушить в лампе. Затем об скотч. И, в общем, для меня как-то это вот очень муторно и долго. Отпечатывается все как-то непонятно. С какими-то разводами. И вообще практически не пигментированная. Как будто я серую краску отпечатывала. В общем, мне тут приличное время поигралось. С этой гель-краской. Думала, что может быть у меня получится. Не на этом рисунке, так на другом. Не на этой пластине, так на другой пластине. И потом я уже решила взять другую пластину. И все равно как-то все не то, все не так. Огромный, наверное, единственный жирный плюс здесь в том, что отлично вообще вытираются пластины обычным спиртом или обезжиривателем. Польга, конечно же, не отпечаталась у меня. Ну, там какие-то частички мельчайшие. Значит-то там нет липкого слоя. Получились какие-то разводы. Во всяком случае у меня. Может быть, у меня руки не из того места. Может быть, у вас лучше получается. Здесь вот я пытаюсь изобразить цветы. Из приличной, таки, отпечатываемой пластины. Легкими движениями, плавными. Все равно какая-то мазня получается. Решила попробовать почистить штампик просто об салфетку. Кстати, тоже нормальный вариант. Остатки на скотч убрались и чисто получилось. Ну, в общем-то, вот что у меня получилось. Это самый худший, наверное, вариант стемпинга из всех, что у меня были до этого. Вот что получилось у меня здесь под топом гель-лаки. Что касаемо стемпинга, мне не понравилось работать этой гель-краской. Конкретно этой не понравилось. Вообще, какие-то массовые неудобства. Может быть, попробовать какую-нибудь другую гель-краску для стемпинга. Может быть, какую вы посоветуете. Скажите, вообще, вам понравилась в работе гель-краска для стемпинга. Ну, на этом весь обзор подошел к концу. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!